Молимся. Господи, Иисусе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Тут много. Третьяковых только нету, да? Никого не старого нету? Или Фроссов? Это разный нет. О, а это разный нет, не старого нету. А это? Вот Фроссов. Так, кто-нибудь, что-нибудь уже подумал по поводу Рождества? Какой будем проводить? Будем делать сценку или что? Я вам задание давала на неделю, особенно у старших. Не поискали, не посмотрели? У нас остается три воскресенья. Все. Три воскресенья и Рождество. Без этого. Вот сегодня у нас какое число? Десятое? Десятое. Вот или там какой-то семнадцатый. Семнадцатый будет день юбилея храма. Семнадцатая. Потом, получается, двадцать четвертая. И уже там будет тридцать первое. Это будет Новый год, как раз воскресенье. И через неделю уже Рождество. Три воскресенья осталось. Поэтому, ну, стихи вы выучите еще на каникулах. Вы успеете выучить, да? Сейчас у вас школа, вам учить некогда. Но нужно подумать по поводу сценки, чтобы успеть раздать слова. Вы выучите, что это такое. Что это такое? Нет, нет. Ну-ка, ты скинься к ней, сиди спокойно. Или я тебя пересажу, у вас, друг от дружки, вверх. Смотрим сюда, не смотри на меня. Так, если никто ничего не приготовил к Рождеству, в следующий раз последний срок. Лучше на неделю даже мне сбросить, я могу распечатать, чтобы распределить слова. Если найдете какую-то сцену, подумайте. Янечка, подумай. Все, или по WhatsApp, или как, я тебе дам электронку, скинешь мне, если у тебя по WhatsApp есть. Ну, все. И я распечатаю, чтобы это, если у тебя нет возможности распечатать, чтобы уже дать и учить слова. Потому что, если ты перенесешь просто, раздадим еще только через две недели. Мы же не встретимся на неделю. Чтобы нам уже пооперативнее. Так, мы в прошлый раз разобрали тему какую? О посте, да? Правильно? О посте же? А до этого о продобрительном раздуме. Да, правильно, о посте мы в прошлый раз говорили. Сейчас мы поговорим о табакокурении. Вот многие даже считают, что это и не грех, и а что здесь такого, начинают спрашивать так же. А что там, не поститься? Мы с вами разобрали, что такое пост, где места писания, говорится о посте и так далее. Вот о табакокурении. Так, 265. Я свою книгу забыла. Здесь вот тут на эти пучки. Табакокурение. Разве не знаете, что вы храм Божий? И дух Божий живет в вас. Если кто раздорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. А этот храм вы. Услышали? Вы храм Божий. То есть вот наше тело, в котором живет Дух Божий, это храм Божий. Не тот храм, который с куполами. Позевай, живот закрывай. Первая кориция, нам 3, 16, 17. Кто может объяснить этот стих сам? Кто раздорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. И этот храм вы. Что значит раздорит храм Божий? Ну, раздорить, это значит умышленно взять, придумать себе, да? Там ночью пойти, раздорить, что-то своровать, и там все утащить, и разломать его, да? Окна вытащить, да? Ну, это если бы вот о храме, а здесь о храме нашем. Кто осознанно, специально, что делает? Какое-то себе вредительство своему телу, я так понимаю. То есть специально доводит себя не то, чтобы те болезни, которые нам господь посылает, да? А когда сам человек делает, чтобы разрушать свое тело. Все знают, там, не есть на ночь, а человек, ну, охота же, есть на ночь. Это мы вот о посте говорили, да? Про еду, про чревоугодие и так далее. Человек знает, что нельзя, что вредные привычки доводят до серьезных заболеваний. Но все равно продолжает это делать. Вот он раздоряет свое тело, свой храм Божий. Многие облидаются. Посмотрите, какие некоторые ходят толстые. Видели, наверное, да? Все видели толстых? Ну, прям вот очень толстых, да? Представляете, продолжают есть булочки, продолжают есть мучное. Не понимаю, что уже коленки не гнутся, уже суставы болят. Там вот у нас на работе одна. Она вот просто вот, я не знаю, по-моему, удалила я видео, я вам потом покажу. Ну, вот просто она еле-еле в такое широкое кресло входит, она лифтерша. И она сидит целый день и ждет, когда ее позовут, чтобы лифт открыть, закрыть. И просто вот вываливается из этого кресла сидит. И вот сидит вот так, и вот на весь коридор. Но я не выдержала, я ее на видео сняла. Но это все. То есть вот человек настолько уже вот ожиревший, вот она даже просто сидеть не может. Она сразу засыпает. Ну, все, это не тело, это просто вот уродство сплошное. А она не старая, она, ну, может, ей лет сорок с чем-то вот такая сидит. Страшно смотреть, не думаешь, может, болезнь не такая, может, что за болезнь, ну, может быть, сесть на диету. Многие вот показывают же, да, в разной передаче. Раз все похудели, взялись, там, спортом начали заниматься. Начинать с зарядки с обычной физкультуры, даже не надо спорта, физкультуры. И заводят о своем теле, восстанавливают волос, здоровье восстанавливается. Одна там показывает, ой, у меня и давление, и сахар в крови, и все. И там, и волосы на руках у нее росли, и эндокринная система у меня не работает, поэтому я толстая. Ну, взялся за нее врач такой народный, целитель. Говорит, сначала мы проведем с тобой голодание. Она поголодала 20 дней, ну, все правильно, войти в голод, выйти из голода. Потом там всяких чистки он сделал, вот правильно, там, овощами питалась, там, еще что-то, печень почистила, паразиты выдвинула, там, то, все. Без лекарств, без лекарств. И она говорит, когда она похудела, когда она начала активный образ жизни вести, само собой, сахар крови у нее нормализовался, давление, перестало от давления таблетки пить, волосы вот выпали все, а то у нее эндокринная система не работала, она волосами начала покрываться. Конечно, там уже все эти железы, уже жиром, наверное, покрылись. У нее сбивка произошла уже, эндокринная система. И она без таблеток восстановила свое здоровье только тем, что по-другому стала жить. То есть, вот оно, забота о теле, а вот когда антизабота, да, когда побольше плюшек, печенюшек, пряников и без конца вот это вот наедание. Вот я так понимаю, что разорит храм Божий, того покарает Бог, то осознанно понимать нельзя, но делает. Минздрав СССР до своей кончины нелицемерно предупреждал с каждой сигаретной папиротной пачки о вреде курения. И сейчас тоже на пачках сигарет продают их в магазинах. Везде написано, что курение вредит вашему здоровью или там курение убивает. Это силы просто администрации страны заставили всех табачные эти фабрики писать эту надпись. Они на этом деньги зарабатывают, но их заставили. Хотите выпускать сигареты? На каждой пачке пишите, что они убивают, убивают здоровье. Это предупреждение читали генсеки и усопшие компантии, курящие священники и их дымящие прихограждане. А вреде курения, вред курения. Хорошо бы помнить отточенную временем народную мудрость. Полюбил табак, впереди рак. Куришь, сам себя губишь. Табак и вино с пьяницей заодно. Кто к тебе суров, тот и здоров. Говорят, ну что такие злые? Вот прям уж ничего нельзя. Вот ничего нельзя. Ну что это такое? Ну какие-то злые у вас. Вот вера какая-то вот такая. Прям все. Ничего нельзя. Кто к тебе суров, тот и здоров. Но, увы, в дьявольские жестокие плен табак покурения ежедневно попадают новые миллионы детей, женщин и мужчин. Начинают курить с детства, потом уже бросить не могут. Привычку в ходе. Сначала привычка, а потом уже зависимость. Уже доказано, что курение вызывает зависимость по типу наркотической. То есть уже человек, который курит, он не просто хочу покурю, хочу не покурю. Нет, он уже на койку в рабской зависимости. Они как у них образное выражение, у курильщиков. Уши пухнут у них, там уже уши опухли. Или как-то они так говорят, что уже прям сил нет. У нас на работе вообще нет курящих. Удивительно, часто медики курят. У нас нет курящих, вот один она там в ночную смену работает. Вот какое-то время проходит, все, ей надо идти покурить. Если она не покурит, все, все выворачивает, все уже там надо. Это так у человека в зависимость уже. Никотин вошел в обмен веществ. Если никотина нет, организм уже не может работать нормально. Не может, все, настроение портится, уже все у них там горит внутри. Надо покурить. Иначе, потому что так происходит, никотин встраивается в цепочку обмена веществ. Уже организм не может обмен веществ идти нормально. Давай новую дозу никотина. И пока не покурит, не успокоится. Формируется зависимость. И зависимость очень крепкая, пожизненная. И люди бросают курить, потом возвращаются к этому очень часто. Но Господь может очень быстро и дать силы. Вот у нас Дериколева, знаете, по-любому, вот он когда к Богу обратился, у него... Возьми, рядом посади. Иди сюда. Она троих отвлекает. Давай, пересрядочка, слушай. Дериколев по-любому рассказывал, что когда он уверовал в Богу, он понял, что вот это грех, это грех, этого нельзя делать. А привычка уже серьезная была, он уже взрослый, с большим стажем. Вот он вытащил эту пачку сигарет, шел, мусорка стоит, и бросил мусорку. Все. И больше ни разу не прикоснулся. Вот так Господь дал сил, ни уши не опухли, ничего. Господь дает выдержать, перетерпеть. Вот эту, как там наркоман говорят, ломку переждать. И все. Никаких, была у него ломка или нет, можете у него сами поинтересоваться. Но то, что он больше не прикоснулся, Господь дал ему сил на это, на все, больше не курил. Бросил курить. А вот полюбил табак, впереди рак. Вот это я вам поясню, это точно. Самый частый в Алтайском крае онкология. А онкология – это причина смерти. Онкология – это ведет к смерти. У кого-то быстро, у кого-то долго, но это смертельная болезнь, тяжелая болезнь. И очень редко кто ее побеждает, опять же, с Божьей помощью, с тем, что люди меняют полностью свое питание, свой образ жизни и выкарабкиваются из этой болезни. Но это большая-большая редкость. Но бывает. Но в основном люди что? Видел, умирают. И вот у нас вот дедушка лежал в больнице, да, вот я приходила и спрашивала, там, говорю, ну все, теперь, так говорю, все бросили курить, там, все уже не тянет, а один лежит на кровати, там, говорит. У меня пять месяцев назад рак нашли, прооперировали. Каждый день сигарета снится. Каждый день сигареты снятся. И мало кто бросил курить. Уже онкология, уже легкое одно убрали, уже лучевая химиотерапия. И все равно бегают, прячутся там, знают уже где выбежать, куда уйти, там за здание, и там курят. А лежат, два отделения лежат, забито два отделения онкология легких. Вот мама рассказывала, у нее в институте была такая история, когда у них учитель, на то, что некоторые из класса курят, он взял этих вахапку и повнес их в этот онкологический центр. Как минимум после того, как он их по всем этим заболевшим провел, ему каждый говорил, не курите, не курите, это только вам же хуже. Как минимум половину бросил курить. Вот видишь, вот правильно, потому что ребенок, который только начал курить, возможно, у него еще не было зависимости, ему легче бросить, ему нужно какую-то дать было мотивацию. И мотивацией послужило, вот то, что преподаватель повез тут и показал это только диспансер. Что хочешь сказать? И мы видели, как девчонки не оделися в куртки и побежали за дерево, спрятались и курили там. Вот, девчонки курят, представляете, это уж вообще ужас. Курить вообще плохо, но когда курят девушки, будущие мамы, это страшно. И Бог наказывает. А как наказывает? Лежит в роддоме, родился ребенок, говорит, у ребенка гипоксия, то есть что, недостаток кислорода вызвал нарушение формирования центральной нервной системы. Идет гипоксия, там вот такой вот диагноз, она рыдает, лежит, что, почему мой ребенок? И тут же соседка, ну что, пошли покурим. Она всю беременность курила, она сейчас кормящая мама, она, ну что, пойдем покурим, горе свое закурим. Выпить нельзя, ну пойдем курим. Молодые девчонки, по 20 там, с копеечками лет, рыдает, лежит. Мне так хотят сказать, да что ж ты рыдаешь? Ты сама себя наказала, ребенка своего наказала, курила, не бросила во время беременности. Сейчас кормишь, опять куришь, им нянечки останавливают. Везде написано нельзя. Находят выход, как в подвал спуститься, как добежать. Вот и все, не боятся ни простыть, ни застудить себя после родов, ничего, это страшно. Да что ж ты рыдаешь, ты сама это себе, просто выбила это себе наказание своим курением. А начинает говорить, ну вот, у нас там курил, и никаким раком не заболел, и дожил до 90 лет. Ну есть такие, ну не знаем еще, то ли как там на самом деле было, верить такому тоже нельзя. Я прямо курил и ничем не болел. Крайне редко. Ибо он мстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уз его, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем заматывая, замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Псалом 35, 3, 15. О ком говорится? Кто льстит сам себе? Слова уз его, неправда, лукавство. Не хочет он вразумиться. Тобака, курение есть непотребство. Что значит непотребство? Кто объяснит это слово? Говорит, ну что ты делаешь? Это непотребство. То есть это непотребно тебе. Это не требуется. Не нужно это организму твоему. Вот курить. Это нужно организму курить? Нет. То есть это что-то? Самая настоящая вредная, пагодная привычка. Разрушающая тело. Поэтому она, когда кашляешь, у тебя есть платочек. Вот, закрывай ротик платочком. Вот так. И сюда кашлят. Поняла? Чистенький платочек. Это непотребство. То есть то, что непотребно. Тебе это непотребно. Человеку непотребно напиваться и быть пьяным. Валяться потом, да? Там упиваются. Курить. Наркотики. Что еще непотребно? Объедение непотребно, да? Спать много. И печенку. Да, да. Спать много. Это непотребно. Сколько человеку нужно, чтобы полноценно трудиться? Молодцы. Ученые все посчитают. Это маленький ребенок. Он больше спит. Ему днем надо ложиться. Маленький, когда он рождается, он вообще практически все время спит. Первый месяц. Он поел маленечко, там чуть-чуть что-то. Массаж там сделали. Полежал, перепеленали. Опять уснул. Опять спит. Час, два, то и три. То есть, ну, практически круглые сутки спит. Становясь старше, он уже спит, например, днем там два раза, только утром и вечером, весь день уже бодрствует. А уже там в преддошкольном возрасте, там уже один раз достаточно на часок ребенку, чтобы он с утра до вечера нормально бодрствовал. Маленький сон дневной. А потом уже и дневного сна не надо. Все уже. Взрослый сон только ночной, и ночной какой, тоже сокращается с возрастом. А люди с возрастом уже к старческому возрасту, некоторые уже сами говорят, что-то и спать уже не могу. И рано встают, бабушки часто встают, рано ходят, мешают всем, да. Игорь, Игорь. Вот. И не спят. Поэтому есть определенные, уже посчитали там. Кто-то говорит там 6 часов, 7, ну вот максимально 8 часов. Если уже больше, это только на вред идет. На вред. То есть, допустим, если легли в 10 вечера, в 6 нужно уже бодрствовать. То есть, если рано-рано встали, можно бы спать? Если рано-рано встали, там вы вот прям рано, да, что-то куда-то в дорогу вам ехать совсем. Не спали, значит. Поэтому чрезмерный сон, чрезмерная пища, это все непотребство, это все сюда относится, не только табака, курение. То есть, непотребство то, что для человека не предусмотрено при его сотворении. Род курящего, это клаака. Кто-то знает, что такое клаака? Клаака. А кто знает клаака? Ну, клаака, это куда сточные воды, вся канализация сливается, вот все, что с унитаза, с раковины, вот вам, чтобы понятно было, да? Там, душ приняли, всю грязь смыли. И вот это все вместе, если соединить все эти потоки канализационные, куда они стекают, то это называется клаака. Знаете, что там находится, да? Какой-то все это бежит. Это клаака. Для тела нужен воздух, а не угарный газ, не никотин. А кроме никотина, представляете, там сколько, там, считаю, там десятки разных вредных газов, смол содержится в сигарете, вот в этом дыме, который вдыхается. Идет в легкий. То есть нужно кислород, организм говорит, нужно кислород, попал в легкий. Из легких он идет в кровь и разносится по всем клеточкам организма. В это время кровь собирается в всех клеточек, что продукты переработки, от обменных веществ углекислый газ приносят в легких, и легкие выдыхают, что углекислый газ. А здесь нарушается все естество. Вместо кислорода забивается дым. Дым. Никотин и всякие газы, смолы, грязь вся. Ну, во рту все это оседает. Которые долго курят, у них же зубы какого цвета? Желтые. Вот от этой всей этой смолы, от всей этой гадости, желтые. Почему плавок это называется? А у них изо рта воняет, у курильщиков. Вот там честь зубы, не честь, вот все. А вот эти все слюни, вот у них оседает этот дым, во рту же тоже оседает, да, вот они же в рот это все, в носу. Все это потом собирается, и со слюной куда попадает? В желудок. И это все эти смолы еще и в желудок попадают. Все это еще и вонь, вот эта вот вся из желудка оттуда идет. Знаете, еще и в желудке болячки начинаются тоже от этого всего. И кто лишает свое тело потребного для жизни, то есть лишает себя кислорода, несколько раз в день вместо кислорода набивает себя дымом. Иди не вертись. Того покарает Бог, лишит жизни и Царства Небесного. Скажут, ну почему? А вот почему мы же читали, что если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Это говорится в Бирже, 1 Коринфянам 3,16. Из сердца человеческого исходит непотребство. Римлянам 1. А, тут несколько мест. Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешали прежде, и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. То есть умерли, покаяния в этом не принесли. Творили непотребство и не покаялись. Потому что считают, что это нормально, и не надо в этом каяться. А что такого? Все так делают, да? Даже не хотят слышать. А самое страшное, когда верующие вроде как себя считают... Что такое? Ты даже тут с ним маячишься. Иди спокойно. Сейчас еще какое-то настроение здесь написано. Здесь мы все-таки не успеем прочитать. Итак, делающий грех есть раб греха. То курящие делаются абсолютно безвольными людьми, без чести и совести. У каждого первого встречного могут спросить этой мерзости, хотя хлеба спросить не решаются. Ну, это вот, как бы называть, стрелять. Вот он идет и говорит, дай сигаретку, дай закурить. Человека совершенно не знает, но это как бы нормально, да? Закурить, там прикурить, говорят, или там даже вот кто-то курит, а да нету, ну давай я твой бычок докурю. Запросто. То есть, ну как, уже такой бесстыжие поступки идут, попрошайничают, а стыда нету, курить-то хочется, уши пухнут, все. То есть мерзость, ну, когда им хочется, они говорят, ой, хочу курить, аж уши пухнут. Ну, такое выражение есть у них. Наверное, не знаю, пухнуть не знаю, никогда такого не было со мной, поэтому не знаю, но они так говорят, курильщики. А вот хлеба спросить не решаются. Вот подойдет какой-нибудь человек, скажет, дай-ка мне поесть там вот у тебя хлеба или что-то. Он скажет, ты что? А вот если курильщик у курильщика покурить, спросит, это нормально, это дать надо. А то я потом у кого-нибудь тоже захочу спросить, и мне не дадут. Курильщики, они друг другу не отказывают. Они избрали собственные свои пути, и душа их находится в удовольствии, находит удовольствие в мерзости их. Исайя 66, 3. Те, которые едят мерзкое, все погибнут. Исайя 66, 17. И сколько на это денег еще тратится? Это только посчитать надо. Это ужас просто, если сосчитать. Потом говорят, денег нет, зарплаты маленькие, а смотришь, только успевают, бегают, курят, бегают, курят, бегают, курят. Идолом является все, чему человек служит, как Богу. Без чего он не может жить, хотя оно ему и вредно. То есть человек что должен? Служить Господу Богу своему, всем сердцем своим, всем разумением своим. А люди чему? Греху своему служат, удовольствием служат, непотребствам своим. И живут только от этого непотребства до непотребства. Деньги зарабатывают, чтобы эти сигареты покупать или выпивку, напиваться, или там наркотики. Ну это вообще уже там очень быстро Господь карает наркоманов. Как-то срок жизни у них не длинный, если не излечится, если не остановится. Очень быстро там происходит конец. Поистине, что у человека высоко, то мерзость пред Богом. Лукаш 16, 15. И только Бог может исторпнуть из зубов его папироту. Потому что в Царство Небесное, далее цитата, не войдет никто преданной мерзости и лжи. Откровение 21, 27. Не войдет в Царство Божие никто преданной мерзости и лжи. Говорят, обманывая себя, что нет и никакого вреда, что у меня и дедушка курил, и прям чуть ли не 500 лет жил, и был здоров. И такие вазни вложил сатана в уста преданных ему, сатанинскому рабству. Ну это мы с вами тоже уже говорили. А вот тот курил, а вот тот курил, и ничего не было. Сходите в онкодиспансер. Палат не хватает, мест не хватает. Особенно у нас в Алтайском крае. Уже отделение, где должны желудочники лежать, онкология, желудка, кишечная, уже там наложили этих же с легкими рак легких. Рак легких. И почти все 100% курильщики. То есть можно поискать, чтобы вот не курил, а рак легкого начался. Это еще искать надо. В основном все курильщики. Что там, поют уже? Ну все. Запомнили? Надеюсь, что это непонятно. Песня. 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 Медрый милостив Господь, долго терпел и много милостив, не до конца прогневается, не живе прождует, не по беззакониям нашим сотворил весна, не живе по грехам нашим воздал весна. Медрый милостив Господь. 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 Медрый милостив. Медрый милостив Господь. 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 Якоти сыновьи Божьи нарекутся, Блаженит нам и правды ради. Якоти хитарства небесные, Блаженит их да поносят вам, И жену перепутся зол благовно, Блужущим и не ради. Радуйтесь и веселитесь, Яком за ваше много на небесе. Господи, стуйся, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Идите, поклонимся и преподем ко Христу. Спаси, Сыне Божий, воскресе, Изветы, поющие Ти, Аллилуйя. Игда, ой, смешивыйся к смерти в животе бессмертный, Когда тут же смешивыйся к бестанье божества, Игда, же умевший от преисподних воскресили сил, Вся сила небесная взывалку, Жизнь, надавчись, Христе Божий, наш слава Тебе. Глава Тебя, ой, смешивыйся к смерти в животе бессмертный, Глава Тебя, ой, смешивыйся к смерти в животе бессмертный, Глава Тебя, ой, смешивыйся к смерти в животе бессмертный, Помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый бессмертный, помилуй нас,